шалом бреха хануко самих мы постараемся сегодня подготовить себя и рассказать некоторые глубокие объяснения которые помогут нам максимально использовать эти потрясающие дни которые на нас будут проходить и не просто чтобы не прошли а действительно чтобы мы что-то из них взяли с собой и чтобы этот свет этих ханукальных свечей действительно остался с нами хочу начать с одной истории когда я только что слышал один молодой студент и шивы когда он учил одну из тяжелых тяжелых мест талмуде у него появился вопрос и этот вопрос был настолько тяжел что он не смог ответить его учителя также не не смогли даст какой-то удовлетворительный ответ когда он подошел кроша и шива главе это еще вы он спросил его то его расчет посоветовал ему посмотреть в библиотеке так как у них там были сотни сотни тысячи книг и именно об этом месте в талмуде есть множество комментариев возможно найдет что кто-то задается этот вопрос и может быть он найдет ответ который сможет помочь ему и этот баху решива этот молодой парень так он и поступил он пошел в библиотеку он перерыл много множество книг и действительно в одной из книг которая не было не считалось один из известных комментаторов просто это была одна из новых книг он нашел что автор действительно задает его вопрос и проблема была только в том что ответ не удовлетворил этого молодого человека у него были вопросы на этот ответ он считал что это не достаточно действительно отвечает на все всю эту проблематику это место в талмуде когда он подошел к своему праву и сказал ему что что действительно нашел вопрос но ответ он мне доволен тем что он увидел на что это трав посмотрел эту книгу и посмотри этот автор видно что он живет в арте сраиль ты живешь ты сейчас находишься здесь приезжай к нему и задаем все свои вопросы надеюсь что может быть вы придете к какому-то концентр так он сделал он посмотрел в адрес он поехал на автобусе он пришел на эту улицу постучал в дверь и спросил когда пожилая женщина ответ открыла дверь он спросил ее живет ли здесь рабьёйсов это имя автора этой книги на что женщина было видно что у нее была горечь была грусть в глазах и она сказала что нет я если уже здесь не живет уже больше десяти лет но она может ему дать адрес где его можно найти хорошо он записал новый адрес он взял еще один автобус еще один автобус и наконец-то он приехал в этот район он еле-еле нашел этот дом этот вход он постучал и когда открылась дверь он был в большом шоке стоял перед ним человек с длинными волосами с сережками в многих-многих местах были татуировки обтянутся одежда и он еле-еле он решил что он ошибся но на всякий случай спросил а не знает ли где-то где живет рабьёйсов такой-то на что этот человек ответил да это я что ты хочешь но на самом деле он хотел убежать оттуда как можно быстрее но или это но это не было альтернативой и тогда он сказал что вот он приехал с этой книгой и это если это он рабьёйсов то он автор этой книги он нашел там вопрос который вы тоже очень беспокоен он в ответ ответ который дается этой книге он его не устраивает и он хотел выяснить может быть они правильно все недостаточно все понял рабьёйсов точнее есть он извинился он побежал внутрь своей квартиры вернулся с кипой надел ее на голову на свои длинные волосы одел ее и сказал что что где конкретно что его не устраивает какая каком месте и они ответ открыли эту книгу он послал вопрос ответ сказал свои вопросы на этот ответ и вдруг этот яйцев рабьёйсов он это самое и все это ну место превратилось в еще убейт медраж он начал защищать свой ответ этот парень задал вопросы отвечал ответы было ритва рамба мражба и все было просто превратилось как будто бы они сейчас сидят на скамейке в ешиве и каждый из них старается защитить свою точку зрения после долгих туда и туда и обратно действительно весов он четко показал что его ответ да действительно отвечает на те трудности которые волновали этого молодого человека и когда они уже расставались то есть у спросил его а если у него еще одна копия этой книги он говорит нет но но он сможет как достать еще на копии английском можешь ты оставить мне здесь потому что у меня нету больше этих копий тайма этой книги вида он оставляет эту книгу там после этого он решается весь в шоке в свою шиву он рассказывает своему раву все что произошло и равска говорит ему этот момент что позвони позвони это наверно была его мама позвони расскажи что случилось и он звонит ей и на следующий день и как только начинает говорит что это тот это я вас беспокоил прошлый день я был у вас я я спрашивал где он где жил равис и вы мне помогли сказать где он и теперь эта женщина она его прерывает и говорит не перестань остановись я не знаю что ты ему сказала не знаю что что произошло на 1 знаю что 10 лет уже я не видел своего сына 10 лет он уже не живет он не звонит он он пропал для меня как он и все 10 лет и переживаю я знаю такое что что он только что позвонил мне он сказал что мама я возвращаюсь домой и он через пару минут он уже будет здесь и я хотел это использовать как вступление к хануко тоже хануко хануко это 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 свет свет этот он кроется в торе и свет этой торы он не он может пронзить любые самые самые темные места и надо посмотреть на посмотреть как как действительно не пропустить эти дни и постараться их как можно больше использовать и понять теперь мы начнем этот шур базируется на рамой шабояр и мы зададем несколько вопросов они будут связаны с тем с главами которые говорят о юсифа цадик и после этого мы пойдем к хануко и потом мы постараемся понять что от нас ожидается в эти следующие дни значит в приводится что хотя у нас есть шестьсот тринадцать заповедей но если взять те заповеди дырабанан как мигила пурим или также хануко и не талат я даем в меня рук и так далее так далее еще семь митсвот которые добавляются на шестьсот тринадцать если мы берем шестьсот тринадцать и плюс семь это это шестьсот двадцать гематрия кетер хов то в рейш кетер это корона последняя митсва которая была дана нам из этих шестьсот двадцати это хануко митсвот что хануко это что-то это что-то что кетер если это корона это наверху это то то хануко на самом находится самом-самом верху этой короны поэтому когда мы видим что рамбом в мишны тори в своих логическом книгах пишет про хануко что это митсва хавива от миот эта мита она очень дорога он очень очень особенно для нас очень драгоценная то что очень не характеристично для раман пишет аллах от законы но здесь он останавливается игры что это митсва она очень очень дорога слива отмека вы сами все понять в чем кроется этот хавивуд это особенно драгоценность Это особенный свет, который она для нас использует. В сказке, что когда Ашем создает этот мир, то есть Ор, есть особенный свет, который он прячет, называется Ор Гаганус. Этот свет прячется для того, чтобы злодеи не смогли, решая им, чтобы они не смогли им наслаждаться. И нужно понять, в чем проблема, чтобы злодеи наслаждались этим светом. Если это свет, он делает что-то хорошее, это какая-то доброта. Это свет, который Ашем хотел дать нам. Почему бы не дать этот свет и зачем его прятать от нас? Далее того, мы начнем сейчас говорить о главах, которые связаны с Иосифа Цадик и с Диной. И после этого возвращаемся к Хануке. В Панше Твоейшев, который только что мы читали, и который всегда выпадает рядом или в Хануку, говорится о том, что Иосиф, он проходит самые-самые невероятные, самые тяжелые испытания, которые можно себе представить. После того, как его свои братья, они бросают его, они хотят его убить, они бросают его в яму с скорпионами, с змеями. Далее того, они продают его в рабство. И после всего этого он попадает один, на полное одиночество. Есть одно из объяснений даже, которое объясняет очень много на самом деле, что почему Иосиф все это время, да, это проходит около 20 лет, почему он никогда не говорит, не посылает какую-то весточку своему отцу, Якову, что он в живых. Есть одно объяснение, которое говорит, что он думал, что Яков этим на самом деле знает об этом, и он специально его отправил туда, чтобы братья его с ним сделали то, что они хотели сделать. Потому что он тоже считал, что те его сны, все, что он старается достичь, он идет против плана Всевышнего. И он, как Авраам отправляет Ишмайля и Ицхака и Сава, то также Иосиф, он как бы его, от него нужно было избавиться. Поэтому мы представляем себе, что Иосиф один, он полностью один, и он испытание, которое он, он пройдет в рабство, и сейчас он там. Он попадает в дом к Патифаре, к одному из министров. И здесь жена Эйшет Патифара, она постоянно, ему 18-19 лет, она постоянно, каждый день пытается соблазнить его. Когда это испытание, да, с одной стороны, кажется, что это настолько невозможно выстоять, но с другой стороны, мы должны, это идет от того, что мы не понимаем, кто такой Иосиф Ацадек. Иосиф Ацадек, как мы видим, что после этого, после всего, что происходит с ним, он будет проходить еще 10 и потом 12 лет, вместе всего 12 лет в тюрьме. Тюрьма — это бор, это яма, и все испытания он проходит хорошо. И здесь мы видим, говорит Раши нам, что в один прекрасный день, когда в доме никого нет, он приходит, ля сот малахто, сделать свою работу. Говорит Раши, это спор в Талмуде, в Сан-Эдрид, что он приходит, все-таки он соглашается на то, что жена Патифара от него требует. Он готов сделать то, что она от него требует. И в этот момент последнее, что его спасает, это картина его отца Якова. Вдруг он видит изображение Якова, он также видит все 12 колен, и что его имени там нету. И это единственное, что его спасает в ситуации, где он уже готов упасть. И если все это время, смотря на эту Эшет Патифара, она ничто, она не кто-то, она как что-то, как другой материи, из другого измерения, как он все-таки мог дойти до того, что он почти уже упал? Первый вопрос. Второй вопрос, мы видим, что до этого в Аишлах, Пашет в Аишлах, Дина похищается Шхемом. Шхем видит, как Дина идет смотреть в город, его город. Он видит ее, он похищает ее, забирает ее, он насилует ее. После этого, когда Шимон и Леви, ее братья, узнают об этом, они приходят, они мстят за нее и готовы ее забрать. В этот момент сказано, что Дина, Медреж говорит, она не хотела уходить. Что-то произошло с ней, что она не хотела уходить. Пока Шимон принимает клятву, что он будет, он женится на ней, в то время еще можно было жениться. И только тогда она соглашается вернуться с ним. Как это можно понять? Как это можно понять, что Шхем мог ее взять? Как можно сказать, что она была, она настолько, что-то с ней произошло, и что с Йосифом произошло? Что с ней произошло, что она не хотела уходить? И третий вопрос. В Медреж, Раба, Паша, Сваичлах, говорится что-то, что просто поразительно. Сказано, Решлакиш говорит, Есть три выражения, которыми Гошем показывает свою потрясающую любовь. Хиба, как Раба использует то же слово, что у нас митцват ханука, она хавива меот, она очень любима нами, она очень дорога нами. Также Гошем, его отношения с еврейским народом, они очень, есть хиба, есть любовь, есть связь. Сказано, есть три разных выражения. Бедвика, это давук, это когда мы мы прикрепляемся, спасибо. У нас есть кэш, у нас есть связь. Это двика. Хашика, это желание, очень сильное желание. И хафец, это выражение очень сильного желания и любви. И Медраш приводит три разных суким. Сказано, что вы прикреплены, вы вместе, вы связаны с Хашемом. Также Хашек, что Хашем Хашак, он любит нас, он желает нас. И также про хафец. После этого Медраш на Паша Сваишла говорит следующее. Мы учим это из главы того злодея, этого злодея. Бедвика, сказано, что он прилепился. Сказано, что Дина была, она прилепилась к нему. Имеется в виду, что он ее так желал. Его отец говорит, что Шашем, мой сын, он желает вашу дочь. Также сказано, что он желает дочку Якова. Дальше Медраш говорит, что также Аова, также любовь. Сказано, что Шашем любит ее. И также Дибур, он разговаривает с ней. Интересно, что мы видим отсюда, учим, что любовь, она зависит от Дибур, от разговора. В наше время очень часто забывают об этом, что, чтобы, когда ты хочешь, надо выразить свои чувства, нужно это говорить. Что совершенно непонятно здесь, это как мы можем учить наши близкие отношения, наша близость к Творцу от того, что произошло с Шхаймом и с Диной. Это одна из самых ужасных историй, позорные истории, то, что Шимон и Левик говорят, что такое не может произойти в нашей семье. И как мы можем вообще упоминать такие вещи, чтобы описывать нашу связь с Творцом. Если бы у нас не было никаких псуким, хорошо, если бы у нас не было никаких других источников. Но у нас есть источники, у нас уже есть сказано, что Ашем хафец к нам, хафе, давак, и хашак. У нас все эти выражения используются уже как между нами и Творцом. Почему же нужно как-то упоминать эти слова, которые связаны с Шхаймом и с Диной? Эти три вопроса, на которые мы скоро увидим ответ. В желаниях, когда у человека есть какое-то желание, когда он тянет к чему-то, например, к еде. Если человек любит какое-то особое мясо, допустим, ему скажут, что этого мяса здесь нет. Хорошо, если ему это очень нравится, ему это очень его тянет к этому, тогда он поедет в другой магазин. Если там ему скажут, что нет, может быть, если у него действительно это очень важно для него, да, это действительно ему так хочется, может быть, поедет в другой город. Если ему скажут, что это на самом деле находится на другом континенте, тут он ему скажет, что может быть, это уже слишком. Значит, есть наши желания, у него есть разные уровни. Чем выше этот уровень, чем больше мы готовы за это постоять, мы готовы за это пожертвовать что-то и сделать, чтобы достичь этого. У каждого есть свои границы. То же самое в духовном мире. Если мы чего-то действительно хотим, желаем, мы стремимся к этому, нам это действительно очень важно, мы будем, опять же, достигать этого, мы будем двигаться, мы будем стараться максимально приложить усилия, чтобы добиться этого. Значит, и в физическом, и в духовном мире у нас зависит от нашего желания, от дорога, от уровня и интенсивности нашего желания. Мы видим здесь, что вот эти три чувства, три выражения вот этой любви и желания, они три кохо, три силы, которые Ашем дал человеку. Адам и решен первому человеку. И после того, как Адам совершает грех, в общем-то, он опускается на своего максимального уровня, он опускается на уровень человека после этого греха. И эти чувства, вот эти хешек, хефец и двика и двейкус, они на самом деле находятся, они из другого мира. Они связаны с Нешама, с Нефеш, с Руах, с тремя уровнями души. И они духовные силы, которые не из этого мира. Иногда они проникают, они могут пронзить и войти в человека жизнь. И если они используются в неправильном направлении, у них есть очень деструктивная, очень разрушительная сила, которую не остановить. К сожалению, всем известны истории, когда люди вдруг доходят до какого-то своих испытаний в жизни. Они иногда могут полностью уйти совершенно далеко. Они полностью могут оставить все, что у них было. Они могут делать поступки, которые совершенно нельзя объяснить и понять. Это здесь мы видим вот это желание, вот эта вот сила, вот этого чувства, которое кроется в нашей душе, которое не из этого мира. Они вдруг могут порыться, они могут выпрыгнуть и вдруг прорваться наружу. И в этот момент они могут быть очень разрушительны. Мы видим это в Дорга Флога, в времена Байлонской башни и в других местах, где эти силы, они могли действительно разрушить все, что есть. Теперь мы видим здесь, что когда у человека есть эти желания. Равдесли говорит, что если есть одна целая группа людей, у которых есть одно желание, то, что произошло в Дорга Флога, в Байлонской башне. Когда есть группа людей, у них одна цель, они могут добиться очень-очень многого. Известно, что когда человек хочет, например, какой-то еще дух, он ищет, он хочет, у него есть идея жениться на ком-то, то чаще всего ему скажут не рассказывать об этом. Когда ты хочешь добиться чего-то, не рассказывай, потому что если у кого-то другого есть желание против этого, то это может сделать так, что ты не сможешь добиться того, что ты хочешь. У желаний людей есть очень большая сила. И поэтому, когда мы хотим добиться чего-то, и чтобы никто этому не помешал, то надо держать это в секрете, надо держать это в секрете, рассказывать это только тем людям, у которых есть хорошее чувство, хорошее намерение, у них не будет желаний против этого. Сказано, что человек может сделать шедух, помолвиться даже в тишабиав, потому что вдруг у другого человека будет желание, он будет также молиться об этом, и он сможет отаннулировать то, что на самом деле суждено другому. Видим здесь, что у желаний людей есть очень большая сила. Теперь, в Решлакеш рассказывает нам огромнейшую тайну, потрясающую вещь. Он показывает, что эти желания, это желание, которое было у Шхэм, у Шхэмбенхамор, заполучить Дину, оно было настолько сильное, настолько получило, такую грандиозную power, могущество, что он смог забрать себе бас Яков, дочку Якова. Это было, она была частью колен Израиля. Если мы понимаем, что у кое-хара, у сил зла есть такое, они могут добиться, они могут дойти так далеко, то Решлакеш показывает нам, это дает нам такой машад, такой пример, насколько велика связь между Ашемом и еврейским народом, что у Ашема есть Хейшик, у него есть Хейфец, у него есть Двейкус к нам, и мы видим это, как это может в негативную сторону произойти, когда у человека есть, у Шхэма сказано, что у Шхэма в его душе были души Рабья Кива, Рабья Кива позже, когда он становится Талмитхохом, становится знатоком Торы, он говорит, что когда я был Амаорец, когда я был, не знал ничего, то я хотел, чтобы мне дали Талмитхохом, хотел его кусить, как хамор кусает человека. Талмитхохом спрашивают, почему хамор, потому что хамор, он кусает, он ломает кости. Отсюда выводится другая вещь, что хамор имеется в виду Шхэм бен хамор. Как известно, Рабья Кива был от Гейрим, он был от, семья его была от тех, кто перешли в иудаизм, и в его душе была часть Шхэма бен хамор. Видим, что у Шхэма бен хамор из-за его потрясающего желания к Дине, он смог добиться того, что он забрал ее, и он, там был двейкус, там действительно была какая-то связь, которую было очень тяжело рассоединить. Когда мы понимаем это, да, что когда человек соединяет свое желание с Оля Майльон, с миром, который не здесь, если мы живем в мире, где идет по логике, по законам природы, и все есть клалим, есть правила, то эти желания, которые на самом деле их макор, их источник из верховных миров, когда человек себя соединяет с этим, тогда он может действительно добиться вещей, которые идут против правил, они идут против законов природы. Это именно то, что мы видим, даже Майша Робейну сказано, что Ишис Потифера, жена Потифера, она именно это использовала. Ее желание к Йосефу было настолько сильное, оно настолько шло сверх природы, что действительно она почти добилась своего. Если бы Йосефа не было такой связи с его отцом, сказано, что наши желания, да, это очень важно для воспитания детей, когда человек хочет, чтобы его дети, у них была сила перебороть что-то, он должен смотреть, чтобы он сам это мог сделать тоже. Сказано, что часть нашей души, каждую душу, она передается нашим детям, и поэтому, если мы, у нас есть сила, у нас есть в нашем потенциале дать что-то и самим работать над какими, и перебороть себя в некоторых вещах, это поможет дать сил нашим детям. Более того, мы говорили в Шуре про Параши Ташевой, про недельную главу, что Ваимаен Яков, он отказался получить Нихама, получить... смириться с тем, что Йосеф пропал. И то же слово Ваимаен, что он отказался быть с Эшет Патифара, используется с Йосефом, так как он знал, что есть кто-то в мире, кто верит в него, и кто не потерял надежду, и это дает ему силу в это самое тяжелое испытание, именно в конце концов пройти, потому что он видит своего отца Якова, он почувствует, что у него, его отца, есть вера в него, он не потерял надежду, это также дает ему эту силу. Но что мы видим, что если бы это не произошло, то эта сила Эшет Патифара, она пронзительно, настолько потрясающая, могла получить, достичь того, чтобы Йосеф все-таки сделал то, что она хотела. Сказано, Раша приводит это, что когда Мойшер Абейн, он молится, Ашему о том, что он простил еврейский народ. Сказано, что Ашем, он как в Талосе проходит перед Мойшер Абейном, и насколько это все описывается, ну, языком, который мы можем себе представить, но, конечно, у Ашему нет ни Талоса, ничего другого. Но сказано там, Раша говорит, что держится за одежду Йосефа. Мы видим, что от Коихара, от злодеев, от злых пластиковых мы тоже можем что-то выучить. Мы должны это выучить, но что именно там это проявляется больше, чем с нашей стороны. Когда мы видим, чего они могут добиться, я помню, был на шаббат, на третьей трапезе в одной сефардской синагоге в Мексике, и Раф выступал, и мой испанский на это хватило, чтобы понять, что он говорил. Он сказал, что почему, когда мы говорим, выходим из синагоги после дня учебы, и также каждый раз, когда мы заканчиваем изучать Талмуд, изучать трактат Талмуда, мы говорим, что, Ашем, мы благодарим Тебя, мы говорим, что мы встаем, и они встают. Мы встаем рано, они встают рано. Мы идем, мы работаем, мы учимся, и они тоже работают. Мы тратим наши силы, они тоже. Мы бежим, они бегут. Но мы бежим, воля маба, мы бежим получить награду в следующем мире, они бегут в бездну. Зачем упоминать вот этих людей, которые, к сожалению, бегут, и все свои силы тратят на ничто? Зачем это делать? И он сказал, что это было как раз во время Супербола, во время чемпионата по футболу, американскому футболу в Америке. Он сказал, что мы видим, что люди готовы днями, ночами ночевать в очередях, чтобы попасть на этот чемпионат. Они могут так много вещей сделать, чтобы добиться своего, своей воли, своих желаний, то мы должны от этого видеть, что если они на это способны, чтобы добиться что-то, что на самом деле не имеет никакой ценности, это все очень остается в этом мире, и больше об этом никто не будет помнить, тогда мы, когда мы занимаемся Митцвод, мы занимаемся Торой, конечно, мы должны из этого учить, насколько мы можем, должны вложиться в это. Так что мы видим, что даже Мой Шабейна, он учит от Потифара. И это именно теперь мы понимаем, что, что учит нас Решлакеш. Решлакеш говорит нам потрясающую вещь, что если мы понимаем, что силу Ра, силу Зла, который использует свои желания в эту сторону, поэтому мы тоже поймем всю ту любовь, всю ту кеша, всю ту звезду, которую Акадж Бороху испытывает к нам, и мы к нему. В Хануку весь Галут, все изгнание, все время, когда греки находились в Израиле, это длилось 52 года. Только в конце Хашманаим начинают свое восстание. Почему нужно было так долго ждать? Почему нужно было, если действительно греки с самого начала, они пытались сломать нас, они пытались подавить нас, чтобы началась огромная ассимуляция. Что произошло, что в этот момент Хашманаим сказали «Аткан», все, больше нет, и они начали свою войну. Мы видим, что один из законов, который был принят в это время, это что каждая кала, каждая невеста первую брачную ночь, вместо того, чтобы идти к своему хатану, к своему жениху, она должна провести с управляющим, с греком, который управлял этой провинцией, и было под его авторитетом. И когда была, приближалась свадьба Яэль, дочки первого священника, Игудис, извиняюсь, Игудис, она, то ее братья, они сказали, что... Они увидели это, они увидели своими глазами, что как вот эта греческая империя, они дошли настолько далеко, они хотят взять Бас Коин Годл, дочку первого священника, и забрать ее первую брачную ночь. Это настолько... Это такой азус, такой охуцп, это такая наглость, такая дерзость с их стороны. Они сказали, что если Коя Хара, если силы зла настолько могут так далеко дойти, тогда мы точно можем сделать то же самое, только наоборот. Они начинают свою войну, которая на самом деле, она, если посмотреть на это по числам и по всем, это она безвыходна. Она по природе, там не было ни одного шанса. Но они решили, что если Коя Хара, если сила зла идет так далеко, так далеко зашла, и это должно быть, это идет откуда-то выше, чем этот мир. Это значит, что мы тоже сможем сделать то же самое, и мы будем бороться с этим злом против него, по правилам, которые выше этого мира. Это будет не Алпиатева, это будет не по природе, это будет выше природы. Начинается эта партизанская война, которая разрушает огромнейшую империю. Если по истории, это был конец, это начало, было начало конца греческой империи. Почему? Потому что они поняли, что если мы видим это у Коя Хара, у зла, тогда мы можем добиться то же самого и победить. Это не легко, точнее, это очень тяжело, именно получить вот эту связь с этим желанием, этим мотивацией, чтобы получить эту связь с свыше природы. Но если у нас она есть, мы знаем, что она есть, и Ханука именно напоминает нам об этом, то у нас именно, когда понять, что вот это, если я буду это постоянно делать, я буду Гошама просить каждый день, я буду его просить каждую неделю, каждый месяц, и я покажу ему, также в моей учебе, также в моей молитве, также в моей митсвот, я покажу, что у меня потрясающее желание и мотивация добиться своей цели, и даже если я не дослуживаю этого, даже если я, кто я такой, но у меня есть это привилегие, потому что у нас есть эта связь с Ашемом. И в Ханука, сейчас мы, как вторая часть Шиура, мы посмотрим, как это выражается. Как известно, Йосеф был 10 лет в Бор, в этой яме, которая была также тюрьма. И у каждого человека есть своя яма, у некоторых это заработок на жизнь, у некоторых это семья, у некоторых, у каждого есть своя яма, где он находится сам. Находясь там, в конце 10 лет, у него есть шанс, когда он знает, что один из, что Сара Машка, то человек, который скоро выйдет из тюрьмы, у него будет возможность замолвить хорошее слово у фараона, он говорит ему два раза, вспомни обо мне, не забудь о мне. Вспомни, вспомни, обязательно вспомни, я здесь, я невиновен. Сказано, за то, что он сказал это два раза, он положился на этого, египтянина, на этого человека, он остается еще на два года в этой дыре, в этой яме, в этой тюрьме. Не 10 лет, а 12 лет. За два слова он получает еще два года. Близко Рав говорит, что, ну как же так, нужно же стараться, нужно же стараться что-то делать. Хошем поставил наш в этот мир, чтобы у нас был иштадлут, чтобы у нас были какие-то старания, мы должны, человек хочет, чтобы у него было пропитание, он должен приведить к этому усилия, он должен стараться, он должен что-то делать. Поэтому, тоже Йосифа Цандик, даже если он праведник, почему, он же тоже должен был что-то сделать для этого. Отвечает Близко Рав, да, нужно было сказать один раз. Когда говоришь два раза, для Йосифа Цандик, если для нас это было бы совершенно нормально, для него, на его уровне, это было уже слишком много. То, что он сказал это второй раз, видно было, что первый раз тоже было не только иштадлут, не только чтобы использовать это как то, что мы должны сделать в этом мире. Это было немножко какой-то хессарон, какой-то минус, какой-то недостаток в его уповании, в этом вере, поэтому остается еще два года. Это одно объяснение. Сейчас мы услышим другое объяснение. Бейт Йосиф, Рабюс Севкаров Бейт Йосиф задает свой известный-известный вопрос. Есть целая книга, где 400 ответов на этот вопрос. Вопрос в том, что почему Ханука 8 дней? Из-за Ханука мы отмечаем то, что Ашем он спас, он мы нашли сосуд с маслом, чистым маслом, с печатью первого священника, который достаточно был на один день, он горит 8 дней, имеется в виду, что чудо было 7 дней. Почему же Ханука мы празднуем 8 дней? Первый день было нормально, что у нас было масло, так что чудо должно быть только на 7 дней, и поэтому праздник Ханука тоже должен быть на самом деле 7 дней. Множество ответов, больше сотни и сотни ответов на этот вопрос. Мири, один из Ришаним, который жил около 900 лет назад, он приводит мнение, что чтобы ухашманов, которые знали, что им придется 8 дней, пока у них будет новое масло, они разделили это масло на 8 частей, поэтому на каждый день у них было только немножко масла, и каждый день было чудо, потому что уже даже в первый день оно не должно было хватить его на целый день, поэтому у нас есть было 8 дней, в которых каждый из них был чудо само по себе. На что Мири спрашивает, как это может быть? Если у тебя достаточно масла на один день, у тебя есть обязательство использовать это масло на сегодня, сегодня тебе нужно масло, как ты можешь разделять на 8 дней? Более того, спрашивают Мири, мы не полагаемся на чудеса, есть правило, что нельзя полагаться на чудеса, Ашам сделал этот мир по законам природы, поэтому нельзя полагаться на чудеса, так задают Мири. Есть другие ответы, один из ответов, что это 7 дней, это за то, что мы выиграли саму войну, один день за чудо, точнее наоборот, 7 дней за масло, и один день за то, что мы выиграли самые битвы. Если посмотрим, в Талмуде сказано, говорится, почему мы празднуем это? Мы празднуем это из-за того, что мы нашли масло. Если посмотрим Аланиси, молитву, которую мы говорим в молитве и в Беркат Амазон, там говорится о войне. Интересно, почему в Талмуде говорится так, а в молитве так? Один из простых ответов есть, что как мы видим в Израиле, например, Ханук используется как национальный такой праздник героев, Маккаби, это даже есть Маккабиада, где это Олимпийские игры, это то, что греки хотели именно уничтожить еврейский народ. Один из политиков Лапид, это отец одного из глав оппозиции, он сказал, что ему очень жаль, что греки победили, что, извиняюсь, что греки не победили. Ему очень жаль, что Хашманов победили, потому что, если бы Хашманов не победили, то Израиль была бы обычная нормальная страна. Так он выражается, действительно, он прав. Но, поэтому, ну, можно было бы сказать, что война, война, если мы смотрим на войну, то можно было подумать, что, мы начнем думать, как это происходит в Израиле, что это были наша потрясающая армия, наша стратегия, наши генералы. Поэтому, именно это упоминается молитвой, потому что, в этот момент, мы говорим, мой димонах, мы благодарим Хашема за то, что он насос... Когда ты говоришь с Хашемом, ты можешь говорить о войне. Когда ты говоришь, почему ты смочаешь этот праздник, мы говорим про масло, потому что масло, мы видим, что это было чудо. Но вернемся к нам. В ответ на Бетю Иосифа вопрос. Почему 8 дней? Ответ такой, что Иосиф Ацадик, он остается еще на 2 года, потому что, видно, ему нужно было что-то еще выучить, что он до конца не выучил. Иосиф Ацадик с огромнейшим своим уровнем веры. Он попадает в Египет один. Как только он попадает в Путе Фера, он становится через несколько дней, он уже дает полный авторитет управлять его домом. Когда его бросают в тюрьму, через несколько, некоторое время он управляющий этой тюрьмой. Он видит, в Торе сказано, что он становится Иш Мацлиах. Он успешный человек. В наше время успешный человек, кто-то зарабатывает огромнейшие деньги и так далее. Иосиф в тюрьме, в этой дыре. Там нет света, нет воздуха. Он Иш Мацлиах. Почему? Потому что мы видим, что Ашем управляет всем. Он видит, что это совершенно Лимал Амина Тева, выше природы, что он в его молодом возрасте один, без каких-либо связей, без всего. Он вдруг в любой ситуации он становится наверху. Даже когда его продают Иш Маэлем, Раша приводит, что на самом деле они обычно перевозят нефть. Но в этот момент они приносили какие-то пряности, очень вкусные вещи. Показать, что даже в этот момент это было что-то не по Теве, это не было не по природе. Говорят комментаторы, что Иосиф, ты видишь, ты находишься в этой ситуации и все идет выше природы. Когда человек идет, он видит, как Ашем полностью управляет, он его несет. Если он начинает делать что-то и какой-то иштадлут, какие-то старания, которые не нуждаются сейчас, ты видишь, что Ашем тебя уже несет, он тебя поддерживает, он открывает для тебя двери. Зачем ты начинаешь как-то делать какие-то шаги, какие-то старания, которые не нужны. Когда человек это начинает делать, его бросают на пол. Как Ашем сказано, что он несет еврейский народ, если еврейский народ спрашивает, где Ашем, то Ашем его пускает вниз, а Малек на нас нападает. Если человек видит, что у него его несут, тогда нужно оставаться там и не предпринимать этих лишних движений, потому что если он да это делает, его бросают вниз. Иосиф, Атсадик, он делает вот этот вот Иштадут, который от него не ожидается, он не должен был это делать на его уровне, в его ситуации, его бросают вниз, он остается еще на два года, пока он полностью это выучил. Когда он полностью это выучил, Вейрацу, его, в Рашишана, его вдруг в один момент из бор, из этой дыры, из тюрьмы, его поднимают за несколько, мгновений, за несколько часов он становится Мишна Лимелах, он становится самым могущественным управителем во всем мире после фараона. Фараон сказал, что ты управляешь всем, ты понял это, ты действительно выучил свой урок, в одно мгновение ты поднимаешься наверх. Значит, мы видим, что когда Хашмана им, они приходят в Бейтамикдаш, вся цель греков это было уничтожить еврейский народ кедушат ам-исраэль, святость еврейского народа. Сказано, что там была, одна была стена, в Бейтамикдаш было несколько барьеров, несколько стен, которые показывали, куда можно добить, доходить, например, в какой-то момент только, только Куаним, здесь были еврейский народ, неевреи были, чуть дальше. Тот барьер, который разделял неевреев от евреев, сказано, что греки его полностью сделали, сдырявили, они его старались разрушить. Все, что они хотели, это разрушить, это гавдала между Кал-Исраэль и другими народами. Они хотели разрушить это разделение, это то, что им мешало. Сказано, что тот свет, который греки привели в этот мир, на самом деле, это хошах, это темнота. Они хотели полную симуляцию, они сказали, что мы не будем вас убивать физически, но духовно мы должны полностью интегрироваться, ассимулироваться в нашу культуру. И когда это происходит, и первое, что они сделали, они метаме, они сделали нечистым все, что было в храме. Поэтому весь месбех, они принесли туда свинью, они разрушили все, что святое было. И также все масло, которое было, они сделали таме, они его сделали нечистым. Когда приходят хошаманами в храм, после всех этих войн, которые были полностью выше природы, они находят этот сосуд, не просто сосуд, с печатью первого священника, они опять же видят, что, ты ведешь с нами себя выше природы. Когда ты с нами так ведешь, мы да можем не то, что мы можем полагаться на чудеса, мы должны полагаться на чудеса. Мы можем взять это масло и разделить его на восемь дней. Как Ханина Бендойса, когда один из главных мудрецов Талмуда, он мог взять уксус и сказать, что тот же хошаман, который сказал масло зажигать, чтобы оно горело, он сможет сделать, чтобы это было с уксусом. Они поняли, что сейчас мы находимся на уровне, который лимала менатева, выше природы. В этот момент можно разделить масло на восемь дней и оно будет гореть. Поэтому действительно чудо это было, происходило все восемь дней. В Хануко, когда у нас проходят эти дни, сказано, что Ашем взял этот оргагонус, этот скрытый свет из шести дней берешит, создание мира, и он его скрывает в тридцати шести свечках с народ Ханука. Этот свет, оргагонус, этот свет, который был скрыт от решаима, от злодеев, его можно найти, его можно увидеть в народ Ханука. Есть многие люди рассказывают много чудес, которые произошли с ними, когда они действительно скрывали, они концентрировались на вот этом, они смотрели на ханукальные свечки, и с ними происходили разные чудеса, которые нельзя было объяснить по природе, потому что почему был скрыт этот свет от злодеев, потому что этот свет показывает нашу связь, нашу потрясающую любовь, который выше природы, этот свет был скрыт от решаима, от злодеев, потому что если они узнают об этом, возможно, они не захотят сделать чего, они не хотят раскаяться, потому что когда они видят, что у Ашема есть такая потрясающая любовь, которая необъяснима, и она выше всей природы, тогда, возможно, это помешает им вернуться и вернуться на правильный путь, потому что когда ты выше природы, возможно, тебе даже не нужно даже это делать, поэтому у нас есть это время, когда мы сидим у ханукальных свечей, мы можем, должны понять, мы должны взять это с собой, этот свет, это время, когда подумать и увидеть каждую молитву, которую мы говорим, есть молитва мы благодарим Ашема, и там говорится на чудеса и потрясающие вещи, которые Ашем делает с нами каждый день, вечером, утром и днем, и мы говорим даже с нами Ашем делает эти чудеса, эти потрясающие вещи, каждый день, каждый час они происходят вокруг нас, нам нужно открыть дверь, нам нужно их пустить, нам нужно их увидеть, нам нужно их ценить, и когда человек это видит, и когда он это понимает, и Ханука именно помогает нам вспомнить об этом, и увидеть их, этот свет нам помогает это увидеть с правильной перспективы, возможно, человек может начать полагаться на Ашема настолько, что ему нужно будет полагаться на чудеса, возможно, тогда в некоторых своих сферах жизни он увидит, что Ибон Шалом настолько управляет всем, настолько он может его поднять выше всего, если у меня есть это желание, у меня есть эта любовь, эта целеустремленность, которую мы видим у кое-хара, у зла, то действительно мы должны из этого учиться, что у нас оно должно быть еще гораздо более чистое, гораздо более сильное, тогда, когда мы это можем взять себе, увидеть это, как пример я могу поделиться, что о чем я буду думать персонально, когда буду зажигать свечки ханукальные. Несколько лет назад у нас была тяжелая ситуация, когда мы жили, нашли квартиру в очень хорошем районе, она была на самом последнем этаже, все дети спали в одной комнате, у нас была еще одна комната и гостиная, в Арохо-шем все было достаточно хорошо, но хозяин в Израиле, как вы видите, есть такая минак, такая традиция, что, что когда уже некуда строить, то строить еще один этаж наверху, так как мы были на самом верхнем этаже, то наш хозяин тоже, он использовал свое право построить на крыше и он постоянно грозился тем, что он начнет строить и он сказал, что мы должны уезжать, потому что он просто они сделают дырку в крыше и там они будут через нее проходить, но так будет все хорошо, но нас это не очень мотивировало и в один момент мы уже сказали, что все, мы больше не можем и мы сказали, что мы уезжаем после Песах, мы уезжаем на другое место, но другого места проблем у нас не было и хотя мы почти подписали контракт с одной квартирой, потом в последний момент нам сказали, что нет и мы уезжали к моим родителям в Германию на Песах, но мы уже запаковали все в коробках, нам нужно было переезжать, но квартиры еще не было и мы поехали, Песах это тоже время чудес, но, конечно, было непросто, потому что как мы можем из Германии искать квартиру в Израиле и как это все сделать в такой короткий срок, как сказали, как сказали, как сказали, что хавертов, хорошие друзья, это большое дело, как один момент, мне зазвонил телефон в Германии, обычно я не поднимаю трубку, но я поднял трубку и был агент, который сказал, что есть квартира, которую разделили, построили какую-то достройку, это не совсем легально, поэтому он хотел все снять, чтобы... длинная история, ну, была цена, которую можно было себе позволить и поэтому мы сказали, что хорошо, мы подумаем об этом, я сказал моим друзьям и двое моих друга, они пошли, посмотрели на меня, они сказали, что это подходит, мы ее не видели, ни фотографии, ничего, они подписали за нас, они заплатили на 6 месяцев вперед, потому что хозяин квартиры не соглашался на другие условия и после Песаха мы вернулись, на следующий день переехали в квартиру, которую мы не видели, но так как мою жену зовут Хана и все хорошее обычно случается в Схуд, в заслугу жен, а ее зовут Хана, так что это улица Хана, у нас было 5 детей, это номер 5 и это вход B, потому что это было, приближается к 6. Когда мы видим такое, да, это то, что я персонально буду, есть другие чудеса, которые человек может открыть свои глаза, как он дошел, как сказано, что каждый из нас может написать свою Мигелла Тестер, свою свиток Эстер, потому что наша жизнь, нам нужно просто открыть наши глаза и посмотреть, посмотреть, когда мы это видим, мы открываем дверь, мы пускаем больше света, больше этой любви, больше этой связи с Ашемом, чтобы все мы это сделали, мы это использовали, мы взяли эту теплоту, этот цвет ханукальных свечек в нашу жизнь и в Азат Ашем увидим много чудес. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok